Всем доброго дня и добро пожаловать в смородиновый сад. В моем саду зацвел безвременник. Расскажу вам сегодня об этом прекрасном осеннем цветке. Неспроста это растение имеет такое название. У него достаточно интересный жизненный цикл. Дело в том, что вот так безвременник выглядит в начале сентября и цветет он на протяжении примерно месяца. Но листовую массу он наращивает ранней весной. Где-то в апреле, в мае он выпускает длинные линцевидные листья длиной около 25 сантиметров. И эти листья присутствуют на кломбах в течение одного месяца. Потом они отмирают в начало июня и только в начале сентября появляются вот такие прелестные цветы. Вот сорт, который у меня растет, называется вот и лилий. Это значит водная лилия и он действительно похож чем-то на это водное растение. В ходе растение абсолютно неприхотливое. Любит дренированную почву. Надо его ежегодно подфармливать комплексным удобрением. Ну вот в общем-то и все. Говорят, что еще надо время от времени рассаживать луковицу. Но я за 6 лет этим ни разу не занималась. И вот по сей день они растут. Как видите, разрастаются. Потому что у меня было посажено всего 3 луковицы в 3 местах. А сейчас, как видите, уже куртинки увеличились. То есть луковицы поделились. Будьте осторожны. Все части этого растения ядовиты. Поэтому не делайте, как я. Голыми руками не стоит его трогать. Лучше работать в перчатках. Ну а если, как я, вы спонтанно ухватились за прекрасный цветок, то, конечно, лучше помыть руки. Это особенно важно для тех, у кого по саду бегают маленькие детки. Имейте в виду, может быть, лучше не стоит это растение у себя в саду заводить. Напоминаю, что точное название сорта и его характеристики вы можете найти в описании к данному видео. А на сегодня это все. Благодарю за просмотр. Увидимся в следующих видео.